Дорогой Отец Сергий, мы очень ждём ваших поздравлений всем нам! Спасибо! Да, Рождество, конечно, праздник, который охватывает все чувства, все чувства, и ты радуешься. Вы знаете, самое главное, что есть предрождественская атмосфера, она настолько хорошо готовит человека к самому празднику, потому что есть праздники, которые ты буквально сразу входишь без всякой подготовки, без всякой атмосферы. Вот у нас это пост называется, то есть мы, в принципе, 40 дней понимаем, к чему мы идём. И вот волхвы, они, как сказали, мы издалека, издалече пришли. То есть они шли. Можете себе представить, это путь, прежде всего, размышления. Они вышли совершенно в незнакомый мир. Это сейчас мы там сели на самолёт, на машину и преодолеваем эти пространства легко. Но это было путешествие. И, знаете, даже была удивительная вещь, когда человек уходил в путешествие какое-то дальнее, в общем-то за него даже не молились, как за живого человека. Да, это было вот удивительно, потому что его специальное было слово «путешествующим». Это не просто о том, что путешествующий или работающий и так далее. Не путешествующий — это между небом и землёй. Да, потому что он был прежде всего в отрыве от своей земли. Потому что земля — это та почва, где родился, там и сгодился. А сгодишься ли ты где-то там, неизвестно. Так вот, мы все издалека приходим. Мы издалека своего сознания. Мы издалека своего образа жизни, очень суетного образа жизни. Вообще вот наша жизнь, она совершенно далека от вот этого праздника Рождества. Очень далека. А нам, предлагая Церковь, войти в этот праздник и максимально почувствовать радость этого праздника. В чём же вот вся суть этого праздника? Рождается человек, маленький человек. И именно с этим человеком связаны все надежды мира. Всё самое светлое. Тут рождается обычный человечек. И уже папа-мама думает, ну точно будет или великим пианистом, или президентом. С кем только не связывают, с какой только целью не связывают родители именно возрастание своего чада. А Господь пришёл для того, чтобы спасти каждого из нас. И вот он маленький, лежит в вифлеемских яслях. И нам нужно просто ему открыть своё сердце. И если мы наполним своё сердце Христом, у нас всё получится в жизни. Всё. Потому что апостол Павел говорил, «Всё могу в укрепляющий меня Господи Иисусе Христе». И если мы наполним себя Христом, то у нас всё получится то, что должно получиться в жизни каждого человека. Поэтому я вам желаю, будьте открыты Господу нашему Иисусу Христу, и вы достигнете тех целей, которые благие и которые будут полезны для вас. И не только для вас, но и для тех, кто окружает вас. С праздником! Аминь!